26 команд и около полусотни участников. Традиционный фестиваль воздушных змеев не оставляет равнодушным ни одного автора этого маленького воздушного изобретения. На первый взгляд, простые конструкции удивляют своим разнообразием. Но в каждого змея вложено огромное количество сил и труда, фантазии и времени. Одни были сделаны за 2-3 дня, другие собирались на протяжении нескольких недель. Я с ребятами, с дедушкой делал эту работу, и мне сложнее всего было раму делать. А тебе понравилось? Да. Делалась она сколько, месяц, но разукрашивалась где-то неделю. В этом году победы, и тот раз победы. Этот более больше стал, чем тот, более меньше, но выше был. Ну, вообще, в этом году потрясает то, что дождь и больше людей. Победа в этом фестивале достигается участниками довольно непросто. Традиционно фест приурочен к дате Великой Победы, поэтому одним из приоритетных критериев является тематическое оформление. Жюри, ознакомившись с работами, выносят свой вердикт. В этом конкурсе лично я принимаю участие уже четвертый раз и могу сказать с уверенностью то, что с каждым годом работы ребят становятся более совершенные, более сложные. И видно, что отношение к этому лично, к этому конкурсу ребят очень серьезное. Главное предназначение воздушного змея – бороздить небесные просторы. А потому самым долгожданным испытанием стал конкурс полетов. При запуске воздушного змея важно учитывать несколько условий. С какой стороны будет ветер, каким образом разгонять чудо-изобретение и, конечно же, правильно им управлять. Кому-то эта миссия удалась легко, кому-то в этот раз не повезло. Однако то, что такое количество участников с удовольствием согласилось представить свои работы на фестиваль «Майское небо Победы», говорит о многом. Фестиваль воздушных змеев – это украшение города. Его нужно проводить. Ну а наше учреждение, наш коллектив решил посвятить его Дню Победы. Чтобы этот день, этот праздник не был пустым звуком для молодежи, для детей. Чтобы они еще раз обратили внимание, еще раз задумались, что значит 9 мая, что значит Великая Отечественная война. Несмотря на то, что погода не баловала любителей воздушных запусков, фестиваль получился ярким и необычным. А в следующем году, уже к юбилейной 70-й годовщине Победы, организаторы пообещали устроить еще и что-то новое, не менее интересное. А пока воздушные змеи парят в берестейских небесах и символизируют память о подвиге ветеранов, которые ценой своей жизни завоевали для нас Победу.